Здравствуйте, уважаемые зрители! Это очередной ролик о Фриланс Хант, и в нем я хотел бы поднять тему сетевого бизнеса, а точнее, как к этой деятельности относятся администрация биржи, фрилансеры и заказчики. Ну и в самом начале я хотел бы сделать оговорку, что не занимаюсь сетевым бизнесом и не являюсь заказчиком на Фриланс Хант. Я фрилансер, и в поисках работы я нашел интересный проект. Мне он понравился, в частности, заинтересовало гибкие графики лояльности со стороны администрации. Ну и, думаю, многих коллег-фрилансеров привлекла зарплата. Я связался с автором через внутреннюю почту биржи, и тот попросил с ним вести переговоры через мессенджеры, о чем он его договорил в описании к своему проекту. В итоге я узнал, что этот человек является частью такой сети, участвует в сетевом бизнесе, и он ищет сторонников. Ну и прежде чем перейти к дальнейшему подробному обсуждению, я хотел бы вначале все-таки похвалить данного заказчика, чтобы информация была более объективной. Мне понравилось, что он вначале представился, рассказал о себе, кто он, сколько лет, чем занимается. Также он объяснил конкретно, что это за проект, и что ожидается от тех людей, которые присоединятся. С его стороны была вежливость и тактичность, и он откровенно отвечал даже на прямые вопросы. Ну и после того, как я отказался участвовать с ним в этой деятельности, он не навязывался и не упрашивал меня, чтобы я передумывал. Ну а теперь перейдем к конкретике. Один из людей, который занят в сети, созданной Лялиным Андреем. Скриншот страницы Ютуба этого человека вы сейчас видите на экране. И суд состоял в том, чтобы будущих, так сказать, заинтересованных лиц обучать. Ну и как выяснилось, что в итоге здесь без вложений не получится. Поэтому я и отказался. Интересно, что данный заказчик выложил похожие объявления, более ряд проектов. С виду они кажутся разными, но если присмотреться, к примеру, к условиям работы, которые я для удобства выделил в синюю рамочку, то можно заметить, что по сути это одно и то же предложение. Но зачем нужно было это забуалировать? А давайте посмотрим на правила сервиса Фривансфанд. И здесь мы видим, что прямым текстом написано, что запрещена реклама MLM и различных финансовых пирамид. Также я еще выделил два пункта, которые косвенно могут относиться к данному виду деятельности. Поэтому, если бы заказчик выложил напрямую, скорее всего его сразу бы забанили. Но даже то, что он пошел в обход, раскрывает положительный, я бы сказал, очень жирный плюс фриланс-ханта по сравнению с другими биржами. Обратите, пожалуйста, внимание на то же две кнопки. Одна позволяет обжаловать низкий бюджет проекта, а вторая – пожаловаться на нарушение правил сервиса. И любой фрилансер, который заметил нарушение, может пожаловаться. Если накапливается достаточное количество жалоб, то, как видим на иллюстрации, проект блокирует. И вы знаете, это очень хорошо, потому что для людей, работающих в интернете, время – самый главный ресурс. И если бы не было такой услуги, то другие люди заходили, тратили время на написание ставок, на переговоры с заказчиком. А так, благодаря такому взаимному сотрудничеству и учтивости экономится наше время. И стоит отметить, что далеко не все биржи труда имеют такие функции. Взять, к примеру, OLX. Я там искал работу на дому. И, честно говоря, был разочарован. Хотя, ради справедливости стоит сказать, что там, конечно, тоже есть своего рода арбитраж, арбитраж, куда можно пожаловаться на мошенников, но де-юро, он есть, а де-факто практически не работает. Кстати, у меня на канале есть интересное видео на эту тему. Советую посмотреть, кто на фрилансе, как раз такие вещи не проходит. Ну и, конечно же, у вас может возникнуть вопрос, сколько может прожить аккаунт заказчика, который пытается пойти в обход. Ну, к примеру, данный человек выложил свой первый проект, ну, ориентировочно седьмого, но может чуть раньше. И его забанили где-то 17 мая. То есть, плюс-минус, его аккаунт пробыл на фрилансхан 10 дней. И его заблокировали. Ну и, конечно же, возникнет вопрос, еще один. А как распознать таковых заказчиков, которые стараются продвигать свой бизнес, нарушая правила сервиса? Ну, первое, как я уже говорил, это туманное описание проекта. То есть, льется вода. Второе, что я бы советовал, это посмотреть на то, сколько времени зарегистрирован аккаунт на бирже, и какой рейтинг у данного заказчика. Как правило, аккаунты мошенников долго не живут. Ну, и один из факторов, может быть, это просьба поговорить через сторонние мессенджеры, хотя это не обязательно является мошенник таковый, потому что довольно часто и честные заказчики прибегают к такому методу общения с потенциальными исполнителями. Надеюсь, данное видео было вам полезным. Поделитесь своим мнением комментарии. Если вы хотите не пропустить следующих роликов, то подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. До новых встреч на YouTube!